Добрый вечер, 21.00. В столице Украины вы смотрите итоги дня в программе «Наше время». Мы сегодня расскажем подробно о таких событиях. Премьер-министр Греции встретился с президентом Украины в Одессе. Во время важных переговоров город обстреливала Россия. Мы с Кориакасом не только слышали, мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно куда бить. Нефтяной поток в Турцию под вопросом. Терминал на средиземноморском побережье Турции отказался принимать российский импорт на фоне усиления санкционного давления со стороны США. Цена смертельной лжи. Гигантские квартиры, люксовые автомобили, дорогие украшения и миллионны для верных слуг Кремля пропагандистов. Авдеевка на защите моря. Морской дрон нового поколения под таким названием представила Служба безопасности Украины. Технические характеристики современной разработки. Это дрон с новыми, существенно улучшенными мореходными качествами и возможностями. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Одессе с греческим премьер-министром Кориакисом Мицетакисом. Лидеры двух стран обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны, а также форматы будущего соглашения по безопасности для Украины. На встрече были и наши корреспонденты. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакас Мицетакис начали свой визит в Одессу с почтения памяти погибших детей в результате террористической атаки Российской Федерации ночью 2 марта. Лидеры стран возложили цветы у импровизированного монумента из детских игрушек. На этом месте российский дрон пять дней назад убил 12 человек, в том числе пятеро детей. В рамках визита лидеры двух стран также посетили Одесский порт. Владимир Зеленский рассказал высокому гостю о тех усилиях, которые предпринимает Украина для обеспечения безопасности в Черном море. Во время пребывания делегации в порту российская оккупационная армия нанесла удар по портовой инфраструктуре. Мы находились в украинском порту. Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и что делается для того, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь. И какой вред он получил во время атак. И уже в конце мы услышали звук сирены и взрывы, которые были очень близко от нас. Также Владимир Зеленский и Кириакас Мицетакис побывали на восстановлении Спаса Преображенского собора в центре Одессы. Разрушенный российской ракетой еще прошлым летом. Сейчас он отстраивается в том числе с помощью Греции. Абсолютное большинство российских мишеней это гражданские объекты, церкви, школы, гражданская инфраструктура, университеты. И все это нужно восстанавливать. И мы сегодня обсудили это с премьер-министром. Мы приглашаем греческие компании к этой работе. Это даст новые возможности нашим народам, даст им силу, новые рабочие места. Также на встрече было объявлено о начале работы над двусторонним соглашением по гарантиям безопасности для Украины. Владимир Зеленский озвучил приоритетное направление для помощи Украине, в том числе необходимость усиления противовоздушной обороны страны. Хочу подчеркнуть, что обязанность Греции это быть вместе с украинским народом, защитить его суверенитет, территориальную целостность и достоинство. Это наша принципиальная позиция и мы последовательно придерживаемся ее, как на уровне двухсторонних отношений, так и в рамках работы Европейского союза и ООН. На встрече в Одессе премьер-министр Греции и президент Украины также обсудили расширение участия Греции в обеспечении безопасности Черного моря. А в своем традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали переговоров с премьер-министром Греции Кириакасом Мицитакисом. Давайте послушаем. Главным вопросом на переговорах с премьер-министром Греции была, конечно, наша оборона, наши возможности в активных действиях и защите. ПВО – безусловный приоритет, как и на переговорах с другими партнерами. Систем ПВО и возможностей производить оружие для защиты мира достаточно. Оружие нужно здесь, чтобы спасало жизни людей. За два года оккупации российскими войсками Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации АЭС, каждый из которых может оказаться роковым. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства добавил, что у украинской власти есть четкая и понятная позиция по отношению к Запорожской атомной электростанции. Два года назад вооруженные российские военные, вопреки всем нормам международного права, оккупировали Запорожскую атомную станцию. Беспрецедентный случай в истории, который поставил континент на грань катастрофы. С тех пор зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации станции, каждый из которых может стать роковым. Нужно активировать жесткие санкции против России, задействовать всевозможные инструменты МАГАТЭ и ООН, как можно быстрее вернуть украинский контроль над станцией. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, на заседании правительства. Польские фермеры во время протестов начали бросать в правоохранители брусчатку и горящие фаеры. По данным правоохранителей, фаеры и петарды были зажены фермерами перед офисом премьер-министра Дональда Туска во время масштабной акции протеста, которая началась в столице Польши, в Варшаве, с самого утра. Некоторые фаеры и брусчатка, по данным правоохранителей, были брошены в сторону полиции и офисного здания премьер-министра. Толпа скандировала, чтобы к ним вышел премьер-министр Дональд Туск. Напомню, в нескольких странах ЕС фермеры и аграрии устроили протесты. Они недовольны зеленым курсом Еврокомиссии и требуют уступок как от Европейского Союза, так и от своих правительств. В ходе протестов на польско-украинской границе не зафиксировано ни одного случая блокирования доставки в Украину оружия, военной техники, гуманитарной помощи и топлива, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ни один груз, официально зарегистрированный как военная или гуманитарная поддержка, не был задержан. О ситуации на границе с Польшей и роли России в кризисе расскажет Валерия Никипелова. В очередях на украинско-польской границе около двух с половиной тысяч грузовиков. Больше всего перед пропускными пунктами Краковец и Ягодин. Многочисленные акции польских фермеров проходят по всей территории Польши. Демонстранты блокируют дороги, автострады, магистрали и пограничные переходы. Причина – чрезмерная, по мнению польских фермеров, конкуренция после либерализации правил перевозок между Украиной и Евросоюзом. Из-за этих действий, которые совершают польские фермеры, имеем существенное снижение количества пересечения границы грузовиками. Если говорить о направлении пропускной пункт Ягодин, это такое крупнейшее инфраструктурное направление, где за сутки границу могут пересекать и 1200, и 1400 грузовиков в обе стороны. То за сутки 3 марта около 70 грузовиков пересекли границу в сторону Украины и не один в сторону Польши. Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в комментарии для Суспильна Студия. 6 ноября 2023 года польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска на границе с Украиной, а 23 ноября к ним присоединились фермеры. 9 февраля 2024 года польский профсоюз «Солидарность» объявил общенациональную забастовку фермеров. Кроме запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, они требуют изменения европейской аграрной политики, в частности так называемого «зеленого курса» – ряда требований в экологической и климатической сферах. За время протеста польские фермеры несколько раз высыпали украинское зерно из грузовиков и железнодорожных вагонов. Ситуация на границе вышла за пределы экономики и морали, считает президент Украины Владимир Зеленский. Необходимо найти наконец решение по ситуации на польской границе. Просто невозможно объяснить, как сложности, истекающие кровью страны, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдем и это. Кроме прочего, участники акции требуют, чтобы и Литва запретила импорт зерна из Украины и ограничила транзит агропродукции. Они обвинили Вильнюс в том, что украинское зерно после транзита в Литву якобы потом везут в обратном направлении – в Польшу. Однако официально таких случаев не фиксировали. 4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск посетил Литву. Встретился с президентом и премьер-министром страны. По итогам визита Туск пообещал обратиться к польскому сейму с предложением ввести санкции в отношении российской и белорусской сельхозпродукции. Ведь Москва и Минск продолжают использовать зерно как оружие. Я обращусь к спикеру парламента с предложением принять резолюцию, призывающую Еврокомиссию ввести санкции на продукты питания из России и Белоруссии. Я убежден, что общеевропейское решение будет несравненно более эффективным, чем отдельные решения стран региона. Мне хотелось бы принять решение о санкциях в отношении России и Белоруссии по продуктам питания и сельскохозяйственной продукции в целом по Европейскому Союзу. Очень похоже на попытки Кремля поссорить сторонников Украины. Так блокаду литовско-польской границы прокомментировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она обратила внимание на то, что протесты фермеров – излюбленная тема обсуждения в шоу кремлевских пропагандистов. В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, блокада границы напоминает гибридные операции, спланированные Москвой. Появилась конкретная позиция спецслужб страны Грассера России, которая на фоне, ну извините, может немножко чуть-чуть неграмотности польских фермеров, которые не вникли в экономическую ситуацию в мире и начали просто ввести с на вот эти вкиды. Украина и Польша найдут возможности урегулирования кризиса, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В то же время он не исключает, что предвыборное настроение в Польше могут влиять на ситуацию на границе до июня 2024 года. Нефтяной терминал на Средиземноморском побережье Турции Dirt Yol больше не будет принимать российский импорт на фоне усиления санкционного давления со стороны США. Компания, которая управляет терминалом, заявила, что сообщила своим клиентам, что не будет принимать какие-либо товары из Российской Федерации. И напомню, ранее мы сообщали, что Турция в феврале на треть сократила экспорт и импорт в Россию из-за угрозы санкций Соединенных Штатов. Все чаще турецкое правительство не пропускает сухогрузы России через Босфор. Изменилась ли политика Эрдогана и что на это могло повлиять? Разбирались наши журналисты. Турция имеет право блокировать прохождение военных судней, которые либо вовлечены в военный конфликт, либо не являются государствами Черноморского бассейна. Это право Турции, которое накреплено на международной арене. И этим правом официальная Анкара воспользовалась уже на третий день полномасштабного вторжения России в Украину. С 28 февраля 2022 года российским военным кораблям не позволено проходить через проливы Босфора и Дарданеллы. Однако, по словам военных экспертов, Российская Федерация на протяжении двух последних лет перевозила военную технику и товары двойного назначения на подставных гражданских судах. Через Турцию шли больше товаров двойного назначения. Параллельным импортом для Путина, в частности, занимаются два корабля ЯС «Спарта-4», не раз засветившиеся в Босфоре, перевозя оружие и боеприпасы из Сирии. Тем временем российской контрабандой в обратном направлении занимаются уже балкеры «Зафар» и «Грумант». Последний на днях в очередной раз до краев наполнили во временно оккупированном Севастополе похищенным украинским зерном и собирались отправить в Африку. Но планам Кремля на этот раз не суждено было сбыться. У России возникли проблемы с проходом некоторых судов через Босфор. Предположительно, Турция спустя два года после начала войны РФ против Украины начала реагировать на скрытные перевозки оружия и ворованного зерна. Причиной такого неожиданного решения турецкого правительства на втором году полномасштабной войны в Украине, по словам экспертов, стали партнеры Турции по НАТО. Это работают авторичные санкции. Евросоюз и США ясно дали понять Эрдогану, что дружба с Путиным – это, конечно, хорошо, но бизнес есть бизнес. Идет предупреждение о том, что дальнейшая работа с Россией приведет либо к санкциям, либо к потере возможности работать на европейском и американском рынке. Потерять европейский или американский рынок не хотят, и это нереально заменить его российским рынком. Но, как говорится, не перевозчиками едиными. В СМИ появилась информация, что Турция начала негласно разрывать и некоторые экономические взаимоотношения со страной-агрессором. А прошла информация о том, что Турция начала задерживать расчеты за полученные энергоносители с Россией. На самом же деле сложившаяся ситуация наглядно показывает, насколько Россия зависит от других стран. Латвия обнародовала список запрещенных для импорта товаров из России и Беларуси. Правительство страны утвердило перечень кормовых и сельскохозяйственных продуктов, запрещенных для ввоза из Российской Федерации и Беларуси. В частности, запрет распространяется на овощи, корнеплоды, ягоды, фрукты, зерновые, кормовые, сырье и готовая корма. Это постановление вступит в силу с 8 марта. Латвия, как граничащая с Россией страна, стремится как можно быстрее прекратить экономические связи со страной-агрессором. Данная инициатива является дополнительным элементом санкционной политики Европейского Союза, говорится в сообщении на сайте правительства Латвии. Ложь во имя Кремля приносит пригретым властью пропагандистам миллионные заработки. Гигантские квартиры, люксовый автомобиль, дорогие украшения становятся наградой для верных слуг диктатора. Журналисты издания «Можем объяснить» провели свое расследование и выяснили, сколько же зарабатывают известные российские пропагандисты, поддержавшие вторжение России в Украину. Ведущая новостей. 58-летняя Екатерина Андреева, которую еще называют «любимой ведущей Путина», поддерживает любые инициативы диктатора. Вторжение России в Украину, повышение пенсионного возраста, запрет на митинги. И такая работа хорошо оплачивается. По информации журналистов издания «Можем объяснить», Андреева, согласно данным из утечки документов Федеральной налоговой службы о зарплатах россиян за 2020 год, тогда заработала на Первом канале больше 7 миллионов рублей. Ведущая живет в самом центре Москвы, в квартире, площадью свыше 300 квадратных метров. Я всегда хочу как можно больше интересного донести до аудитории, и всегда есть некая доля сомнений, смогу ли. О том, что Владимир Соловьё владеет недвижимостью в Италии, уже провели десятки расследований. Если уж заводить автопарк, то куда же без Роллс-Ройса и Майбаха? Если уж покупать недвижимость на итальянском озере Кома, то хотя бы особняка 3-4. Но после вторжения путинской армии в Украину, доступа к ней пропагандист больше не имеет. Она арестована. Издание «Можем объяснить» опубликовало данные о том, что Соловьёву также принадлежат несколько гигантских квартир в центре Москвы. Одна из них, площадью 180 метров, оценивается 80 миллионов рублей. Общая же площадь всей его недвижимости в России – 450 квадратных метров. Также в РФ высоко ценится труд пропагандиста, ведущего программы «Время покажет» Артёма Шейнина. Ведро хорошее и маляровое. И я вам, коллеги, хочу сказать, сейчас он проорётся. И я вам хочу сказать, что вот знаете, что вас губит? Это всё. Это первый канал России. Знаете, что вас губит? Хватит орать, а то сейчас накормлю. У него имеется 112-метровая квартира в Москве. Примерная её стоимость – 70 миллионов рублей. Согласно расследованию, владеет недвижимостью жена пропагандиста Ольга Шейнина, полностью разделяющая политические взгляды мужа. Королева российской пропаганды, призывающая к ядерной войне. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Маргарита Симоньян владеет не только квартирами, но и особняками, а также земельными участками. Стоимость её имущества составляет свыше 150 миллионов рублей. Люди, которые используют соцсети и медиа в качестве инструментов разрушения государства, в качестве инструментов развязывания гражданской войны, они никакие не журналисты. Они и есть преступники. Несмотря на крупные суммы, потраченные Кремлем на пропаганду, рупоры Кремля неуклонно теряют свои рейтинги. В России наблюдается массовый отток зрителей от экранов телевизоров. Зубы дракона, рвы и надолбы кабинет министров Латвии утвердил план военного укрепления восточной границы с Россией и Беларусью. Сообщается, что в течение пяти лет в укрепление границы будет инвестировано 303 миллиона евро. Начать работы планируется уже в этом месяце. Будут установлены различные препятствия. Противотанковые рвы будут укреплены бетонными конструкциями зубы дракона и противотанковыми минами. Размещение препятствий будет адаптировано к местности, используя природные барьеры – болота, леса и другие природные объекты. Также будут установлены безопасные хранилища для взрывчаток, мин и инженерно-технических материалов. С целью задержания возможного продвижения противника будут разработаны планы подготовки дорог, железных дорог и мостов. Из публикации издания Делфи. В Грузии стартовали военные учения специального назначения «Троянский след-2024». В течение следующих двух недель вооруженные силы Грузии, Соединенных Штатов и других стран-членов НАТО будут работать над улучшением сотрудничества и повышением уровня боевой готовности. В ходе учений военные будут выполнять задачи на суше и море в восточной и западной части Грузии. Также продолжается учение НАТО по защите своей территории. Начались они 4 февраля. В них принимают участие более 20 тысяч солдат из 13 стран. Проходят учения в северных регионах Альянса – это Финляндия, Норвегия и Швеция. В частности, в них принимают участие более 4 тысяч финских солдат, что является крупнейшим участием страны-новичка в зарубежных учениях за всю историю НАТО. Напомню, Финляндия, общая граница которой с Россией составляет 1340 километров, присоединилась к НАТО в апреле 2023 года, что стало историческим шагом после десятилетий военного неприсоединения. Учения продлятся до 15 марта и будут сосредоточены на обороне и защите скандинавского региона. Германия будет участвовать в чешской инициативе по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии. Он подчеркнул, что Берлин внесет трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии. При этом других подробностей в ведомстве не раскрыли. Украина может достичь новых успехов на фронтах войны с Россией. Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, у Киева еще есть в запасе несколько сюрпризов для Москвы. В этом ключе американский чиновник напомнил об успешной операции ВСУ по уничтожению российского корабля Сергея Котика в Черном море. Министр обороны Украины Рустам Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели переговоры с главой Минобороны Греции Никасом Адендиасом. Греческий чиновник рассказал, что обсуждал с украинскими коллегами ситуацию с безопасностью в Украине. И подробнее о ситуации на фронте прямо сейчас расскажем в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 76 боевых столкновений произошло за текущие сутки на передовой. Сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Российские силы атаковали на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Маринском, Новопавловском и Ореховском направлениях. А самая высокая интенсивность боев была вблизи Авдеевки. Здесь противник 20 раз штурмовал позиции украинских войск. Впрочем, успеха России не имела нигде. Мы видим, что продвижение, как это получалось у них после взятия руин Авдеевки, на несколько сот метров на километр в день. То, что мы наблюдали сейчас, оно приостановилось. Сейчас им с трудом, опять же, дается каждый следующий метр. Это означает, и об этом говорят, опять же, сводки украинского генштаба. Об этом говорят на многих участках фронта сейчас и сами бойцы. Но удалось остановить то наступление и стабилизировать положение. Ощутимые потери армия Российской Федерации понесла на таврическом направлении. На этом участке фронта за прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 71 единицу техники. Необычную активность российских оккупантов зафиксировали украинские партизаны вблизи Мариуполя. Захватчики в ночное время перебрасывают большое количество военной техники в сторону Бердянска и Мелитополя. Вместе с тем это не означает, что угрозы миновали. Нет, они не миновали. Россияне будут изо всех сил стараться до 17 марта как минимум. Ну а тут не нужно обольщаться. Опять же, нужно говорить о том, что и после 17 марта, конечно же, по инерции они еще несколько недель будут стараться усиливать свои позиции. Впрочем, потери российское командование, судя по всему, заботят мало. Несмотря на то, что в течение последних нескольких недель были сбиты более 10 боевых самолетов, а с ними и пилотов, Россия, похоже, не собирается менять тактику в воздухе, пишет Американский институт изучения войны. Российские ВВС поддерживают высокий темп воздушных операций в Украине и, возможно, готовы мириться с рисками для самолетов. Вероятно, потому что российское командование решило, что положительные эффекты от таких воздушных операций перевешивают расходы, связанные с выполнением таких миссий и зачета института изучения войны. На севере страны, вблизи границы с Россией, украинские аэроразведчики обнаружили и уничтожили с помощью FPV-дрона замаскированный комплекс видеотепловизионного наблюдения «Муром-М». Такое способен обнаружить человека на расстоянии до 10 километров, а его стоимость около 50 тысяч долларов. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года превысили 420 тысяч солдат. За прошедшие сутки ликвидировано 1250 российских оккупантов. Вместе с личным составом украинские военные уничтожают и технику противника. ВСУ подбили 21 танк, 40 боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем по одной системе РСЗО и ПВО. Сбиты 58 беспилотников и одна ракета. Также уничтожен один корабль и 68 единиц автомобильной и спецтехники, а также цистерн с топливом. Служба безопасности Украины показала морской дрон нового поколения. Его назвали «Авдеевка». И отличается он от предыдущих версий не только лучшими техническими характеристиками, но и внешним видом. Сейчас надводный беспилотник проходит испытание. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение. Расскажем подробнее. Это дрон с новыми, существенно улучшенными мореходными качествами и возможностями, который точно сможет доставить полезную нагрузку массой более тонны на расстояние более 1100 километров. Остальные параметры пока назвать не могу. Но мы придерживаемся такой стратегии, что это должна быть универсальная платформа, на которой мы можем размещать и уже размещаем интересное вооружение, которое уже очень хорошо себя показало и поразило 4 российских корабля в районе Севастопольской бухты осенью прошлого года. Крупный взрыв сегодня утром произошел на Шаганарской ТЭЦ в российской Тыве. В результате происшествия один человек погиб и 22 пострадали. Около трети жителей остались без отопления в погоду с экстремально низкой температурой. В городе Шаганар ночью ожидается минус 26 градусов мороза. Местные власти причиной взрыва на ТЭЦ назвали детонацию угольной пыли. Беспилотники дважды за сутки атаковали горнообогатительный комбинат в Курской области России. Об этом сообщили местные власти. Первые взрывы в городе Железногорск прозвучали около 7 утра. Спустя три часа произошел повторный удар. Отмечу, что горнообогатительный комбинат имени Варичева – одно из крупнейших в России предприятий по добыче и обогащению железной руды. Истории войны – это прежде всего истории бойцов, которые после тяжелых ранений на поле боя начинают новую жизнь. Истории тех, благодаря кому можно утверждать, что украинцы своих не бросают, что бы ни случилось. Далее несколько таких историй. Александру 24 года. Он уже награжден знаком отличия за оборону Чернигова. Там проходил срочную службу и сразу мобилизовался на войну – защищать Украину. В конце 2023 года попал на запорожское направление. Во время боев получил тяжелое ранение, когда его группа пыталась эвакуировать раненых и убитых. Александр получил сколочное ранение, контузию. Уже в больнице медикам стало понятно – сохранить правую ногу не удастся. В Днепровской больнице парень за 10 дней перенес три операции. Ему больше двух литров крови пришлось перелить. И препараты крови, и альбумины – это очень серьезное лечение, которое спасло ему жизнь. О том, что потерял ногу, Александр не хотел сообщать жене. С Мариной познакомился в Чернигове уже во время полномасштабного вторжения. Спустя полгода они расписались. У пары есть восьмимесячная дочь. Медсестра ничего не сказала. Я сказала, что с ним, как, есть ли рука, нога. Просто сказала, что он ранен. И он мне сказал, что всё хорошо, не волнуйся. Я даже сейчас не могу в кучу собрать себя, потому что очень тяжело. Тяжело. Он никого не хочет огорчать. Он такой с детства. И сам решал, хотел решать с самого маленького возраста все свои проблемы, какие бы они ни были. Всё сам. Дальнейшее лечение Александр будет проходить в Киевском госпитале, недалеко от его родной Бородянки. Говорит, со своей стороны готов делать всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуться к полноценной жизни. Какие планы? Какие планы? Жить и радоваться жизни. Растить детей, стать на ноги по-быстрому. А если увижу, что станет совсем плохо, на протезе пойду оккупантов бить. А что делать? Если будет некому, то полечу. Врачи говорят, пока же впереди у Александра длительная реабилитация и протезирование. Все актуальные новости всегда доступны для вас в телеграм-канале Freedom. Если вы ещё не подписаны на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке для того, чтобы оставаться в курсе самого важного. Это были итоговые новости сегодняшнего дня. Далее продолжат эфир мои коллеги Юрий Кулинич и Екатерина Вишневская. Оставайтесь с Freedom. Далее вы услышите анализ текущих событий от наших гостей в эфире. Спасибо вам за доверие и увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова